Спасибо большое, Кирилл Викторович, спасибо большое коллеге. На самом деле, в первую очередь, мне хотелось бы поблагодарить Оргкомитет Белых ночей за возможность провести секцию, посвященную памяти нашему учителю, руководителю Борису Владимировичу Афанасьеву. И сегодняшняя тема моего доклада, конечно, для меня очень приятная и очень важная тема, которую Борис Владимирович инициировал, активно поддерживал много-много лет. И сегодня расскажу, с чем мы столкнулись, какими проблемами, как мы их преодолели, какие результаты мы на сегодняшний день получили. Ну, говорить о том, что ВИЧ-инфекция – это проблема, нет никаких сомнений. На самом деле, на сегодняшний день количество пациентов, живущих с ВИЧ, продолжает увеличиваться, и половина процентов всех людей, которые живут на планете Земля, на сегодняшний день инфицированы вирусом иммунодефицита человека. После внедрения антиретровирусной терапии на первое место после случайных причин, среди причин летальности у пациентов, живущих с ВИЧ, вышла злокачественная опухоль. Ну, и в структуре злокачественных опухолей у пациентов с ВИЧ-инфекцией основную часть занимает, конечно же, саркома Капоши среди заболеваемости. Но если сложить лимфомы Ходжкина и неходжкинские лимфомы, то количество пациентов с этими опухолями кровотворной лимфатической ткани фактически равны пациентам с саркомой Капоши. Внедрение антиретровирусной терапии приводит, конечно же, к улучшению ситуации. Заболеваемость неходжкинскими лимфомами у пациентов с ВИЧ-инфекцией значительно снизилась. Абсолютное количество пациентов, регистрируемых с неходжкинскими лимфомами у ВИЧ-инфицированных, снизилось. Тогда как лимфома Ходжкина, например, ее заболеваемость не изменилась. А в некоторых случаях, и некоторые авторы подчеркивают, что даже несколько увеличилась на фоне широкого применения антиретровирусной терапии. Также в отношении других опухолей кровитворной лимфатической ткани, такие как острые лейкозы, хронические милолейкозы, множественная мелома, заболеваемость этими опухолями не изменилась в ситуации, когда широко стали применять антиретровирусную терапию. Наша программа в нашей клинике, в нашем центре, в нашем университете достаточно широкая по терапии злокачественных опухолей у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Она началась в 2009 году, и на сегодняшний день уже выполнено 5 аллогенных трансплантаций гемопоэтических стволов клеток у пациентов с острыми лейкозами на фоне ВИЧ. Мы начали в 2014 году проспективное исследование по набору пациентов, проведение индукции первой линии терапии, второй линии терапии пациентов с ВИЧ-инфомами. Также мы в 2014 году инициировали ретроспективное многоцентровое исследование и начали программу по высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией костного мозга. Естественно, сегодня обсуждали проблемы рецидивов после аутотрансплантации. И также у нас есть большая группа наблюдения, крупная, я покажу почему, в последующем, в которой мы проводим иммунотерапию пациентов с лимфомами на фоне ВИЧ. Ну и коротко о всех программах, которые есть и результатах, которые имеются на 2020 год. Ретроспективное исследование и база данных, которая включает пациентов, которые получали помощь по месту жительства, по территориальному признаку, на сегодняшний день включает уже 222 пациента. Основную группу пациентов составили больные, которые получали помощь в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Иркутске. И половину этих всех пациентов, они представлены лимфомами на фоне ВИЧ, это диффузная, баклеточная и крупноклеточная, на втором месте лимфома Беркета. Интересная и важная часть, это 15% это пациенты с лимфомой Ходжкина. И крупные данные, 11% плазмобластная лимфома, весьма редкая лимфома, которую мы встречаем в обычной жизни, у этих пациентов часто встречается. И долгосрочные результаты двухлетней и пятилетней выживаемости у общей популяции 222 человека составляют 70, больше 70%. И нужно сказать, что это очень хорошие результаты общей выживаемости у этой категории пациентов. Ну и если говорить о том, у кого лучше всего прогноз, это, конечно же, пациенты с индолентными лимфомами, пациенты с множественной меломой. Самые неблагоприятные результаты у пациентов с недифференцированными лимфомами. Противоопухолевую химиотерапию влияет множество факторов, и у пациентов с ВИЧ-инфекцией они особенные. И антиретровирусная терапия, внедрение ее при проведении противоопухолевой химиотерапии, значительно улучшило результаты эффективности и безопасности химиотерапии. Это показали достаточно давно коллеги из Италии. Ну и наши данные, проанализированные, это анализ на 73 пациента, также демонстрируют, что добавление антиретровирусной терапии к противоопухолевой химиотерапии улучшает эти результаты. Очень важное обстоятельство, которое регулярно вызывает споры, следует ли назначать ретоксима пациентам, которым необходим для лечения лимфомы. И американские данные, это метаанализ большой выборки пациентов, которые принимали участие в разных клинических испытаниях, и наши данные демонстрируют единое мнение. Ретоксимаб при необходимости необходимо назначать, и он улучшает не только общую выживаемость, но и частоту рецидивов снижает значительно. Мы также это подчеркнули. Очень важное и интересное исследование, которое было инициировано у нас в клинике, это первая линия терапии у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Очень важным обстоятельством является сравнение, группа сравнения. ПРМ-мэч-анализ мы провели, подобрали каждому пациенту с ВИЧ-инфекцией, подобрали пациента без ВИЧ-инфекции, чтобы он подходил по основным характеристикам. И подтвердили, что если пациенту проводить терапию, которую необходимо, включающую ретоксимаб, проводить на фоне антиретровирусной терапии, мы можем совершенно чётко на сегодняшний день заявить о том, что результаты терапии не отличаются от пациентов без ВИЧ-инфекции. Этой программой у нас занимается Иван Владимирович Цыганков. Ну и вопрос рецидивов, он стоит, как обычно, очень актуально. Сегодня много раз уже уделяли этому вопросу. И в нашей базе данных многоцентровое исследование включает 64 пациента, у которых обнаружен был рецидив. И выживаемость у этой популяции в течение двух лет составляет больше 60%. Также хотелось бы отметить весьма позитивные результаты, но это скорее связано с особенностями категории больных, потому что больше 50% — это пациенты, которые получали помощь в нашем центре, где мы активно используем новые молекулы, иммунотерапию и трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией — это также весьма спорный момент. И два независимые группы исследователей из Соединенных Штатов Америки и из Испании продемонстрировали в анализе данных. Также был проведен кейс-контроль исследования, то есть подобраны были полностью пара пациентов с ВИЧ-инфекцией, без ВИЧ-инфекции. Мы продемонстрировали, что у них нет никаких различий в общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования. В нашем центре мы проводим также исследования, кейс-контроль. Мы на сегодняшний день выполнили сегодня уже 13, а вообще 12 — это анализы для 12 пациентов с ВИЧ-инфекцией. Мы подобрали пару 1 к 4, 48 пациентов с лимфомами без ВИЧ-инфекции, которые были идентичны по основным характеристикам диагноза, возрасту, стадии заболевания и так далее. В отношении результатов восстановления кроветворения после высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией мы обнаружили статистически достоверное различие в более медленном восстановлении нейтрофилов у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Но медиана дня различается только на 2 дня. Но при этом результаты общей выживаемости, летальность, связанные с трансплантацией, время для прогрессирования, выживаемость без прогрессирования абсолютно идентичны. Мы также подтверждаем те данные, которые на сегодняшний день были уже опубликованы, о том, что пациенты при хорошем статусе, при продолжении тиротровирусной терапии, должны получать помощь в полном объеме, включая аутотрансплантацию костного мозга, вне зависимости от того, есть у них ВИЧ-инфекция или нет. Ну и коротко о возможностях терапии для пациентов, у которых развивается рецидив после аутотрансплантации костного мозга, это и аллогены трансплантации, новые молекулы, включая редактирование ДНК. В отношении иммунотерапии у ВИЧ-инфицированных пациентов с лимфомами очень интересный аспект можно осветить о том, что помимо того, что есть противоопухолевый эффект иммунных контрольных точек, которые сегодня в первой секции активно обсуждались при терапии лимфомы Ходжкина, нужно сказать, что ВИЧ-специфический иммунный ответ можно также улучшить с помощью блокады PD-1. И это было продемонстрировано на исследовании, которое было относительно недавно опубликовано. Это, как обычно, исследовали элитных контролёров, это пациенты, инфицированные ВИЧ, которым не требуется приём антиретровирусной терапии, и их иммунный ответ самостоятельно справляется с вирусом и держит под контролем этот вирус. Так вот, обнаружилось, что патентной экспрессии ингибирующих рецепторов PD-1, CTL-4 и T-GID на Т-клетках памяти был значительно ниже у элитных контролёров и сходен с уровнем экспрессии у здоровых людей в сравнении с пациентами, у которых получают антиретровирусную терапию, успешно или безуспешно. И на сегодняшний день больше всего данных, конечно же, из солидной онкологии по терапии, чекпоинт-ингибиторами у пациентов с ВИЧ-инфекцией и всего несколько клинических случаев, суммарно мы там считали в этих двух публикациях 6 пациентов, которые получали, или 4 даже пациента, которые получали с лимфомами на фоне ВИЧ-инфекции иммунотерапию. И поэтому мы весьма гордимся и уже неоднократно представляли эти данные. Наверное, в одноцентровом масштабе один из самых крупных данных, которые мы имеем на сегодняшний день, это 9 пациентов, которые получали у нас иммунотерапию до или после аутотрансплантации костного мозга. Эта программа у нас ведет Юлия Александровна Рогачева, и это основные результаты. У нас уже период наблюдения составляет больше одного года, и общая выживаемость нас очень хорошо устраивает. Это самое главное, что результаты терапии очень комфортные, исходные пациентами без ВИЧ-инфекции. Общий ответ 89%, при этом полных ремиссий 67%. И среди 9 пациентов мы не наблюдали особенных иммунологических осложнений или другой проявлений токсичности, которое бы нас смущало. Ну и переходя ко второму пункту, это, конечно же, аллогенная трансплантация костного мозга. Сегодня уже были представлены результаты аллогенной трансплантации при лимфомах. Наш опыт сводится к тому, что мы сделали трансплантацию пациентам все-таки с острыми лейкозами. Так сложились звезды. Это 5 пациентов, 6 аллогенных трансплантаций, при этом из них 4 – это аллогенные и неродственные. И в одном случае у одной пациентки нам удалось найти донора, у которого есть, к сожалению, в гетерозиготном состоянии мутация гена Дельта-32. И на сегодняшний день период наблюдения за этой пациентке больше 7 лет уже, и мы обследовали ее вирусологический статус в мае 2014 года в Гамбурге. И вот буквально в апреле 2020 года эта пациентка прислала мне анализ на ВИЧ-инфекцию. Вот что называется, если прийти в… просто сдать анализ как случайный человек на ВИЧ-инфекцию, и она сдала этот анализ, и он пришел у нее отрицательный. То есть мы на сегодняшний день, никто никогда не узнает, что эта пациентка была ВИЧ-инфицирована. Но это, конечно, мы будем продолжать наблюдать, мы будем искать вирусную нагрузку в резервуарах, но это успех, которым так ждал Борис Владимирович, который на сегодняшний день мы уже можем констатировать по таким косвенным результатам. Конечно, очень важные обстоятельства, что ВИЧ-инфекция и гематологические опухоли очень между собой связаны, они поражают примерно те же самые клетки. И случаи, единственные в мире до прошлого года, на сегодняшний день уже три случая полного излечения от ВИЧ-инфекции. Это берлинский пациент, сегодня это еще и лондонский пациент добавился, и дюссельдорфский пациент. Излечились от ВИЧ-инфекции благодаря трансплантации гемопоэтических стволовых клеток от донора, вынесущего в гумазиготном состоянии мутацию гена ССР5. Но благодаря новым технологиям, включая редактирование ДНК разным инструментам, это и CRISPR-CAS, это и Таллин-нуклеазы, это цинкфингеры-нуклеазы, можно искусственно создать эту мутацию, которая в натуральном виде продемонстрировала свою эффективность у берлинского пациента. И этот проект у нас начат в нашем центре, и я надеюсь, что в ближайшие два-три, боюсь оценивать точно, года мы реализуем этот проект в нашем первом медицинском университете, в нашем клинике, как мы договаривались с Борисом Владимировичем. Этот проект совместный, университет Гамбурга и Борис Фезе, вы уже его знаете, и с нашей стороны Борис Владимирович развивали этот проект. И в 2013 году в Гамбургском университете Борис Фезе изобрел инструмент редактирования Таллин-нуклеазы, который эффективно редактирует именно ген CCR5. И в наших руках, когда передавалось это в нашем центре, в нашем центре этим вопросом занимается Алена Шакирова, как молекулярный биолог. Мы все-таки настаиваем на редактировании гемопоэтических стволов клеток для того, чтобы реализовать полностью и повторить случай берлинского пациента только уже с собственными гемопоэтическими стволами и клетками. В наших руках этот инструмент очень эффективно работает. Благодаря разным манипуляциям с клетками мы обнаружили, что эффективность редактирования близка к 100%, если это необходимо. Также знаю, что у Бориса значительное продвижение по редактированию Т-клеток для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, и они очень близки к началу клинического исследования в Гамбургском университете. Таким образом, завершая мой доклад, необходимо сказать, что несмотря на достаточно широкое распространение антиретровирусной терапии, пациенты с ВИЧ-инфекцией по-прежнему остаются в группе высокого риска развития лимфом. При этом антиретровирусная терапия позволяет проводить стандартную терапию противоопухолевую первой линии, второй линии, включая аутотрансплантацию костного мозга. Мы это видим из литературных данных, мы это видим на собственном опыте. Также мы обращаем внимание, что иммунотерапия, как клеточная аллогенная трансплантация, так и лекарственная, у пациентов с ВИЧ-инфекцией и лимфомыми ликозами эффективна и безопасна. Ну и очень интересное обстоятельство полного излечения от ВИЧ-инфекции, ну или как минимум функционального, то есть контроля ВИЧ-инфекции без антиретровирусной терапии, вероятнее всего, придет из гематологии. И в завершение хотелось бы поблагодарить огромный коллектив, который работает над тем, чтобы эта программа осуществлялась в нашем центре, которая была инициирована Борисом Владимировичем, большой ему благодарности. Все, что было сделано, это благодаря Борису Владимировичу, а все, что мы сейчас делаем и все, что будет сделано в будущем, посвящено, конечно же, памяти Бориса Владимировича. У нас под руководством Натальи Борисовны создана отличная группа, лимфомная группа, как мы ее называем. Я благодарна всем коллегам и группа по редактированию ДНК, которую возглавляет Борис Феза. Также мне хотелось бы сказать благодарность всем врачам, которые принимают участие в лечении этих пациентов по всей стране и которые согласились принять участие в нашем ретроспективном многоцентровом исследовании, результаты которых весьма и весьма оптимистичны. Спасибо.